вау блин ребята как я обожаю кататься на самокате летом это просто круто сколько можно уже кататься на этом смысле сколько хочу столько и кота еще пристал и чё сколько это вот это стоит ну по-разному аренда типа чё-то там от 5 до 7 рублей в минуту минуту ты чё с ума зашел что ли чё в минуту 6 рублей такой самокат можно бесплатно даже сделать такой самокат тысячу долларов стоит таково я за пять бачей сделаю такой самокат за 5 баксов ты можешь кататься будут бесплатно какие 6 рублей минут 70 сколько там 100 тыс сколько ты сказал да ну я в жизни не поверю что ты сможешь сделать такой же да вообще изи я чертеж сейчас те нарисую все поймешь знаешь что если ты действительно сделаешь чертеж я тебе даже помогу сделать этот самокат но я уверен что будет хуже чем этот будет лучше давай поспорим на 100 баксов но я искренне не понимаю и даже представить себе не могу как ты собираешься сделать самокат за 5 баксов вообще просто я уже все нарисовал даже вот специально для таких тупых дебилов как ты я все нарисовал все четко и понятно вот смотри видишь это веселый я качусь на самокате но окей чтобы создать самокат нам нужно что понятия не имею два колеса одно которое крутится и другое которое тоже крутится но это поворачивает это просто крутится дальше что нам нужно нам нужна фанера какая-нибудь фанера металлическая балка еще что-то чтобы на нем можно было стоять ну все самокаты себе представляют ну вот самокат и версия моего самоката знаешь какая какая про про потому что на ней будет не обычный дурацкий руль как на этих самокатах а у меня про руль автомобиль и понял ты сказал что ты сделаешь такой самокат который любой его мою чуть атаку а это руках подивай вот из этого ролик кончай мы еще не не разобрались с его происхождением так вот ты обещал показать и рассказать подписчикам чтобы каждый смог сделать себе самокат концу видео ты гришь любой сможет его сделать конечно любой самый самый там не знаю обычный человек который ну никогда не прилагал руки там болгаркам ко всему там вот этому да а он может сделать мой самокат про версии вообще очень просто только я вот единственно что не придумал что как это крепить ну к колесам короче мы с тобой забились забились у тебя час время пошло чё хочешь то и делай потом будем проверять и сделаю готовить наш самокат мы будем из вторичных материалов только вторсырье нам пригодится вот эта бочка из прошлых видеороликов наши оси из прошлых видео я бы с этой бочкой был посторожнее потому что она меня чуть не угробило вообще-то вон еще не полностью шрамы зажили как бы посмотрите ролик ребята в подсказке вот а теперь посмотрим а и что если что делать то если у вас нету вторичных материалов приходите в гараж или сарай к своему деду и просите у него вот этот вот весь какой-нибудь ненужный металлолом мусора помой и тому подобное а что же делать собственно если у вас нету деда тогда подходите на улице к любому деду и просите у него а и говорите что он сначала обязательно скажите что вы его внук вот а потом уже просите металлолом но если с этим дедом не прокатило ищем деда постарше да и раза с 3 4 может быть у вас получится во первых это не металлолом а строим материалы а во вторых что за чушь ты несешь завтра нашим подписчикам по брыжки наприлетает от стариков и чего то у всех самокаты будут на свой страх и искренне делайте ребята ну слушай ау в руки больно отдаю а я да блин да как этот бетон оттуда достать о пошла возня о я смотрю ты справляешься с моим самокатом да идет дело ну молодец давай работай сюда насаживаться то что ты не смог придумать насаживаться сюда были саживаться и типа да нет не так так не да вот так вот так он будет насаживаться ты же написал насадить как-то вот я придумал насадить вот так так все сходится по чертежам вот принципе супер можно даже а ты не понял а нет я думал то еще тормозной этот будет но не получится короче все супер тормозной ручка да типа того но не получится так ну все короче сейчас главное надо наверно открутить колеса вот это тоже надо пока не знаю пока не отпиливай может быть потом приварим нашим подписчикам я рекомендую обзавестись запасной вариант подкачать надо кстати говоря господа надо это вот в один шлаг обратите внимание любители полсотни людей которые спрашивают у меня влс где вадим шлаг вот он я вырежу чем он появляется на протяжении месяца уже в третьем ролике наверное как бы никуда он не пропадал я это все вырежу что не ничего я ничего я не слышу напишите чего написал ой скажите я вырежу многие меня спрашивают via via а как так у тебя получается снимать ролики с бюджетом в один косарь а я мочь скажу я экономный и умный вот видите думаете я это все покупал конечно же нет мы это все достали с помощью магнитного со дна и делаем из этого самокат вот так вот туда же косаря не выйдет это еще можно взять потом металлолом это да уже в косарь мы заработаем я боюсь представить и когда дедом станет чувствовал у меня будут внуки которые за меня будут ходить на озеро магнит кидать будут продолжать дело там уже будет ну не знаю или надо короче как-то хитро всех нажим называть да чтобы via так или иначе можно было получиться вот причем независимо от того мужчина или женщина да типа я и смело вячеслав алексеевич ну то есть допустим спокойно можно александром допустим сына называть а он уже виктором сможет своего сына называть тогда все три сын отец внук все все три поколения вие будут на ничего не перепутал давить а электросамокат то будет нет как это ж от тебя зависит что сделаю самокат а вдруг я захочу или можем модернизировать уже да я сначала обычный самокат прикину я не знаю можем не можем она сначала дырки попросил сделать да сделаю хоть электро ракету я сделаю если подписчики попросил я остажер-то где короче ребята телеграмм у нас есть канал свой по ссылочке в описании переходите подписывайтесь он очень ведь ребята меня оставили и он оставил нам такую вот типа пасхалку посмотрите говорит чё под бумажкой ну мы приходим с большим интересом поднимаем и погибаем типа это он про себя такое нарисовал мы оставили специально здесь это как вещдок а его уволили нафиг ребята потому что что такое чувствоdown с головой вы его взяли и войны на самом деле ребят по чесноку моего не только за это уволили а все денег нету и поэтому мы его уволили поэтому ребят если в комментариях не напишите верни стажера верни стажера если много таких комментариев не будет мы его и уволим с концами уже больше вы никогда не увидите если много таких комментариев не напишите все не мешайте нам с одним шлаком делать самокат а так вот вот сюда сверли понятно дело да увидишь получается у нас первых вот так вот должно быть огромная то есть вот от этого так вот так и сразу да потому что у тебя на газе стоять будет если вот переверну мы еще руль а так то с урлем то вообще засада почему потому что руль будет здесь надо перекладину тут сделать и к этой перекладине нормальных самокатов реализула вот такая да да там треугольник такой вот этот крупном по моему делал короче вот этот круг он будет здесь стоять к нему привариваем к этому кругу и соответственно руль у нас крутится но так а угол-то атаки у тебя почему 45 градусов так ребята вот вам еще подсказочки из какого это видео это по-моему было начало вообще этих сумасшедших видео про то где мы что-то делаем своими руками и в это первое видео где мы действительно если проверил себе хотя все пословицы поговорки говорили этого не делать нужна вот эта часть это такой умный такой наблюдательный ничего то что здесь все намерство заварено вообще сейчас разбирать будем как-то здесь будет колесо вот она уже по сути дела на место встала а вот эту макарину ты чё хочешь сюда вот так вот приварить можно просверлить даже чтоб крепче было чем парк да это треш полный у тебя полметра до земли почему это же не так будет это так и будет это еще хуже будет не будет так ничего так не будет вот так должно быть но отрулить так как как я не придумал еще короче это к сожалению не наш вариант как я предлагаю поступить модифицировать твои чертежи то есть в принципе за основу все оставим точно так же но ты чё намекаешь на то что мы тупые так конечно если мы не можем самокат сделать ясное дело чтобы тупые видишь в чем проблема твой чертеж он неправильный не некорректный потому что у тебя вот здесь будет п-образное крепление да для твоего руля вот а крепится кругляш будет вот сюда и соответственно плоскость твоей ноги будет вот здесь и поэтому тебе нужно соблюсти осность для второго колеса чтобы не было 45 градусов как ты нарисовал поэтому часть опустить сюда или поднять эту часть внедорожник да это внедорожник вот говорю же может быть и такое техника безопасности несколько нарушена согласен сколько надо на две кого тут только на две это только наперед и назад еще штуки 4 короче надо ну видите какие у меня четкие замеры все идеально ровненько и аккуратненько все четко по замерам я даже маркер да у меня бабка ровнее это тесто пилила она у меня слепая была по тригонометрию нет 2 полоте упал кусок короче раскаленного этого металла на крягу прожег ее и белон зажарил кусочек руки 25 тысяч рублей академический рисунок боди арт я как бы машины разукрашивать хотел я перекупом работаю как бы это про машины вы ничего не говорили просто в объявлении то было про автомобиля мне надо перекуп я ну как сначала покрасил чтобы ржавчину убрать а сверху рисунок какой-нибудь это круто я вас понял да вы мне уже начали видимо курс рассказывать чтобы заинтриговать видите просто так то я думал ну типа залетел на неделю научился рисовать там за косарь а тут как-то полноценно развернуто слишком да не я на самом деле так то у меня большой опыт но я в основном баллонами бомблю я просто с детства граффити как бы рисовала и вот и меня на машины вот как-то потянуло я удумал взять вот уже аэрограф в руки так что я с баллонами работал с кэпиками как бы в принципе вот как такая история есть а тут вы как то вот именно сразу братья рисовать я понимаю что что нужно это азы но блин охота я же говорю сразу же сел поехал как говорится алио ты тоже свинью сделал жареную ну все наконец-то эту раму сварил тебе в один слаг вот теперь надо к замерам чертежам подойти посмотреть все сходится или нет там нет никаких замеров тут есть и аккуратно она по-моему горячие я взял там где холодные вот осталось что сделать сюда колесо но все стоит фиша рама есть колесо есть сейчас много вопроса ты знал что подлежащий камень вода не бежит это вранье сегодня я единственный смарт сварщик на смене поэтому я подустал обычно меня стажер подменяет сегодня в руках воде шпака полгарка и этот и молоток а у меня сварочник самая главная часть осталась что самая главная часть да у нас пошел процесс сборки то есть в принципе мы уже у победный прямой это круто не заходит не заходит не заходит когда не заходит надо смазать иди а посильнее просто лучше смазать все давай насаживаем куда очков да зачем сказал чтоб лучше входило надо смазать там чуваку что там никакая смазка уже не нужна давай так так насаживай видишь крутится мы даже сделали специальную подножку с этой стороны вода чтобы можно было вот так поставить надо с той стороны был такую же ну так то слушай изобретение века вообще-то это все по твоим чертежам если что мои чертежи были вообще-то точнее это ты просто не точно сварил а я во всем на руль то про руль то самое главное сделать сейчас поставим про руль вот так кардан какой-то уже сделать чтобы вот так нет лучше как бы если вот так вот стоять по длине нормально отталкиваться это внедорожный самокат получится и осталось электро самокат сюда доделать что надо ли третье колесо только езды чтобы ехать не в принципе можно даже ехать если приноровиться даст сход развалом что-то поделать и в принципе это фигня даже поедет не ну тогда мой пока пока прежде чем устанавливаем руль мы это папа у меня кажется есть идея сидячий самокат слушай так туда тоже может быть тут надо только руль вот сюда получается я уже что-то сломал давай езжай тормоза заняты до сход развал просто у тебя одно колесо влево одно на кавказ другое на нас короче вот ну надо руль просто чтобы удобно было вот это вот еще любит ну да согласен подшипника так короче нужен руль и пошли уже на испытание слушай все по двоим чушь и шам все сейчас короче доделываем последние штрихи и идем испытывать мой самокат против самоката вадима шлака он же сказал что за 5 долларов сделает самый лучший самокат я ему при этом еще помог так что это вот самоката даже задний ход предусмотрен ну давай давай погнали в город будем так почему я рулю вправо он едет влево ты чё ты чё наделал ты чё наделал ёкарный баба машина поцарапалась для того что ты это можно этим баллончиком покрасить конечно капец сантиметр глубина ё-моё ну все прибором не пробьет это чё такое это чё такое как я к этому привариваться должен вот сюда варишься а почему он как ребра у кущухи потому что идеальный чёткий чертеж как это он приварится в смысле вот сюда варишься и всё так он так же отпадет нет что это такое идеальная сварка так барракуда одна отвалилась всё держится вот надо обваривать теперь вокруг так ты не тряси так так я не могу так сантиметр обварить блин я нашел чё нашел какая разница вместо барракуды сейчас буду делать эту акулу мне вообще неудобно вот так вот сваривать если чё блин как Тони Старк как в натуре он в майке сваривает что за враньё только сейчас понял что это гонило вообще позорно обожаю я нашу команду в жизни за одну такую вещь у нас вы знаете посередине производства посередине да даже может быть в начале на начальном этапе начинает появляться понимание что всё неправильно что всё плохо на середине всё становится очевидно что что вот это уже неправильно просто мы идём не туда и катимся в никуда но никто не останавливается все продолжают заниматься тем чем мы занимались по изначальному плану хорошая черта я считаю удобная штука да не надо её отпиливать в один шлаг надо отпилить всё сейчас проверим максимальную скорость и устойчивость на данном самокате сейчас ну устойчивость хромает хромает но я хоть можно вот так с одной ногой на подстраховке пока Вадим шлаг приготовился к испытаниям своего дешёвого за 5 долларов самоката мы продолжаем испытывать дорогущий самокат за 1000 долларов который ещё и по арен на поминутно оплачивается давайте сначала замерим максимальную скорость итак ну в принципе 25 километров ну вот видите на самом деле большая скорость это очень плохо может закончиться печально ну а здесь вы не сможете разогнаться так быстро что сможете так упасть и тому подобное на нём быстро просто не получится ехать я думаю что одно очко у меня точно есть ну короче 25 километров в час но в такую погоду лучше не ездить потому что очень скользко есть конечно минусы но от такой большой скорости нужно уметь управлять и в таких погодных условиях работать трудно ну самокат я не повредил не поцарапал самое главное себя только чуть-чуть повредил блин ну короче реально в таких погодных условиях трудно ездить сейчас я проедусь по жёсткому бездорожью и проверю мой самокат на что способен вперёд вперёд да ё-мое ну устойчивости надо немножко подподлатать его о там уже в камень уперлись надо руль на себя просто сейчас ну вот так то точно можно рулить что он там про свои кочки рассказывает давайте проверим на что этот самокат способен так ну мне уже страшно если честно немножко после первого падения ну короче такое препятствие он не преодолеет ну тут хз короче ни моя ни ваша короче ни у кого очка нету короче главная моя конструкционная особенность данного самоката в том что он очень лёгкий практичный его можно даже собрать вот так вот как-нибудь да перенести и уложить там в багажник автомобиля и на самом деле он очень-очень лёгкий ну так то то что удобно переносить может быть это реально круто но такие самокаты в больших городах повсюду стоят через каждые 50 метров так что его никуда не надо таскать ну вот насчет веса насчет веса его не унесешь особо ладно давайте подводить итоги да вы короче не поняли он не сломался это я его просто чтобы разобрать можно было удобно и с собой нести вот так вот а при необходимости его можно собрать ну руль еще можно тоже вот так вот 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 так вот в две руки умещается мой самокат и мы можем с ним отправляться хоть куда хоть до мусорки от твоего самоката просто ничего не осталось это он в разобранном состоянии просто его надо подсобрать назад и можно еще кататься ну на нем не комфортно а на моем очень комфортно ездить но чуть-чуть доработать надо и кажется мне вообще идеально все будет так что я не знаю мне кажется конструкцию надо просто еще чуть-чуть чуть-чуть там миллиметр тут миллиметр там и готово ну я не знаю если честно я все еще думаю то что мой самокат лучше я думаю что мой однозначно здесь победил давай все таки чтобы не быть голословными пусть подписчики в комментариях напишут кто победил кто заработал сегодня сотку баксов ребята пишите в комментариях ну и короче как вы напишите так и будет а с вами был я Виштам Смылов или живи мы с вами увидимся совсем скоро ну и это пока 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 хе-хе-хе хе-хе эти видеоролики кстати очень крутые советую тебе их посмотреть и и и и и и